Этот год начался с лыжных гонок. Дальше у нас были соревнования по рукопашному бою. Сегодня мы проводим чемпионат по шахматам. В этих соревнованиях участвуют все команды, ведомства, учредителей. В своих структурах проведены отборочные соревнования. Здесь присутствуют самые лучшие спортсмены. На каждую партию соперникам по условиям соревнований давалось по 15 минут. Участники чемпионата – представители сборных команд, ведомств, членов БФСО «Динамо». Вне зависимости от опыта игры, волновались за результат, ведь им предстояло отстаивать честь своей структуры. Среди шахматистов 22 сотрудника. Как выпадет жребий, улыбнется ли удача, не помешает ли успеху простое волнение? Этими и другими вопросами наверняка задавались участники состязаний. Павел Ружанский, представляющий на чемпионате управления внутренних дел, знает не понаслышке. Результат зависит от многих факторов. Неоднократный победитель соревнований по шахматам не расслабляется. Каждый раз переживает за игру. Шахматы в милиции появились буквально пару лет назад, года три назад. И получается в первый раз чемпионом УВД, наверное, уже двукратный чемпион УВД. И в первом году мы ездили на чемпионат республики, и у нас даже что-то командное получилось. Выиграть может любой. Все зависит от подготовки, как человек настроится, кто-то волнуется. Здесь есть контроль времени, что кто-то не играл с часами. Ну, первый раз приходит тяжело, но в основном уже там... Во второй раз приходят уже те, кто был ранее. Ну, не знаю, секрета успеха нет. Устоявшиеся, главное не победа, а участие, не про этого участника. Павел Ружанский всегда ставит перед собой высокую планку. Победа на соревновании была в планах Станислава Кащева, спасателя Брестского областного управления МЧС. На спартакиаде внутри ведомства он проявил себя лучше всех. Шахматы в жизни сотрудника МЧС как увлечения появились давно. Только на любительском уровне, в основном с отцом. Нигде я специально не занимался. Несколько лет подряд участвую. Пытаюсь постепенно совершенствовать свои знания, умения. Где-то получается, где-то не очень, но вместе с тем желание позволяет, время позволяет, поэтому занимаемся. Соперничество между игроками было поистине серьезным. Однако высшую ступень пьедестала в этом, как и в прошлом году, заняли представители управления Следственного комитета по Брестской области.